И вот этот вот юридизм, он сказался в очень многом, в том числе в структуре церкви. Теперь я вновь заговорю вам о том, с чем разница культура Востока и культура Запада. К большому счету, Западная Европа, Средневековье, это мир одного города, Рима. Восток, это плюралистический, многокультурный мир. В пределах Византии есть Александрия, есть Египет, есть Иерусалим, есть Афина, есть Константинополь. Это мир разных народов, разных тысячелетних культур. Рим невероятно по сравнению с ним молод. И он действительно центрирован вокруг города. Просто города, который так городом и называли, урби от орби, городу и миру. Что отсюда следовало в плане церковного? Епископ этого города совершенно естественно начинал занимать уникальное положение. Там находится вся государственная власть, там находятся все богословы, вся культура. Епископ этого города занимает уникальное положение. На Востоке же оказывается четыре равночестных центра церковной власти. Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим. И вот так в течение первого тысячелетия складывается система, которая получила название пентархия. Церковная пентархия, пятивластие. Пятивластие. То есть есть пять патриархатов, которые осуществляют руководство православной Вселенской Церкви. На первом месте, естественно, римский епископ. Но это первенство чести, а не власти. Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Потом в число этих пяти патриархов вошел Московский. Когда уже римский патриарх оказался не православным, а, собственно, латинским. Так вот, для Рима церковь начинается заниматься как юридическая структура. Правовой институт, юридическая институция. В которой есть какое-то такое иноформальное членство, есть такая жесткая иерархия, есть властитель, лидер этого института, как армейское число, что слово, закон, который сам не погрешим и так далее. Для Востока глава церкви – это не патриарх. В православном представлении глава церкви – это Христос. А знаете официальный титул Папы Римского? Заместитель Христа на земле. Откроем Евангелие, что мы там читаем? Христос говорит, я уйду от вас и пошлю вам вместо себя, кого он говорит, папу разный, утешителя Духа Святаго, который наставит вас на всякую истину. И это, между прочим, вот я говорю, африканский писатель западный, тертулиан, в третьем веке, он так и говорит, он называет Духа викарием Христа. Да, викариус крести. Викарий – заместитель. Однако римляне считают, что все-таки Папа – это и есть орган Святаго Духа, и он в этом качестве является главой церкви и заместителем его. Это учение оказалось трагичным. То есть, такого рода мнение оказалось, конечно, трагичным. Как это мнение укрепляется? Я уже сказал, что вся богословская жизнь шла на Востоке. На Западе все было тишь да гладь, в смысле богословского, там почти не возникало ересей. Вы знаете, вот есть, ведь многое можно сказать о человеке, ну не в смысле о духовном вообще, но у каждого человека есть какие-то специфические болезни, связанные во многом с образом его жизни, или порождающие образ жизни. Вот так же у каждой культуры есть свои болезни. И вот интересно посмотреть, какие ереси возникают в рамках православного мира, какие ереси возникают на Западе. Самое интересное, что в течение первого тысячелетия, даже вообще не первого, а промежутки с четвертого, даже с третьего, по, по крайней мере, с 17 век, на Западе не возникает никаких вероучительных, философских ересей. Они иногда приходят туда с Востока, как богомилые катары. Вот, или же те ереси, которые являются собственно западными, это ереси чисто правовые. Ересь донатистов, или протестантская реформа. Ставится во главу угла чисто моральная проблематика. Что можно, что нельзя, где нарушение заповеди, где нет и так далее. А Восток, Восточные ереси, это вопросы о Боге. Западные ереси всегда касаются человека, образа жизни человека. Восточные ереси обсуждают вопрос о Боге. Это такое философское, мистическое мышление Востока. И вот греки, не только греки, я широко говорю, эринская культура Востока, египтяне, сирийцы, все в этом участвуют, в этих диспутах, в течение тысячи лет они пытаются понять и выразить в словах наименее неподходящих тайну Христа, тайну Бога. Запад зачастую просто не в состоянии правильно перевести, о чем идет речь. Достаточно сказать, что решения Седьмого Вселенского Собора были неправильно приведены на латынь, что в конце концов погубило икону в западном мире. Но это особый вопрос, если хотите, я однажды его коснусь. Каролинские соборы отвергли Седьмой Вселенский Собор, и понимание иконы на Западе осталось крайне неглубоким. Потом они опомнились, через сто лет приняли эти решения из Седьмого Вселенского Собора, но было уже позже. Так вот, когда на Востоке шли философские дискуссии, богословские, Запад в них участия не принимал, и поэтому всегда оставался православным. Вы представляете, они ничего не говорят, и поэтому не ошибаются. Они повторяют одни и те же символы веры, принятые, скажем, на Первом Союзском Соборе, и говорят, ничего нового не надо. А на Востоке понимают, что нет, прежних слов не хватает, надо искать новые слова. Запад говорят, да нет, не надо. Мы так скажем. Ну и в конце концов, когда на Востоке появляются богословы, которые в состоянии аргументированы победить еретическую сторону, тогда приезжают послы от папы и говорят, да, мы в общем с вами согласны, да, православные, конечно, правы, и мы тоже, давайте жить миром. В результате у Рима формируется комплекс собственной сверхполноценности. Мы всегда правы, а эти греки, они какие-то такие шальные парни, они все время что-то думают, спорят, ругаются, с ними поосторожнее надо быть. Вот, помните, Рим, Рома Локута, кауза фенита. Рим сказал, дело закончено, чего обсуждать-то? Затем в этом углублении взаимонепонимании сказывались вещи даже чисто бытовые. Ну, представьте себе, Восток, дело, как известно, тонко. И вот пишет восточный епископ из, скажем, Александрии. Он пишет письмо в Риме, по какому-либо случаю. Он пишет, «О похвало вселенной! О столб истины! О величайший из отцов церкви! О ученейший епископ, величайший муж с земли! Дорогой мой отец, там, скажем, Гонорий! Приветствую тебя во Христе, я настоящим извещаю себя так». В Риме получает это письмо от святейший отец Гонорий, читает и говорит, «Ну, как он? Ну, это же вот! Ценит меня, египтяне! Вот, столб истины называют! Наверное, так такое и есть, может быть, да? Вот пишет там, звезда вселенной, да? И из Константинополя пишет, «За диахи я вчера получил, меня тоже утренней звездой называют, полуденным солнцем и так далее! Я, может, действительно такой!» А на Востоке, этот Александрийский епископ будет писать священнику в соседнюю деревню, он напишет точно так же, потому что на Востоке просто так принято. Если ты пишешь к девушке, то ты ей пишешь вот тоже там, «Звезда отчей моих» и так далее. Вот, но не приведи Господь, если эта девушка, это принято совсем всерьез, и Станин говорит, «Ну, конечно, я ли на свете всех умнее, всех прекраснее и милее?» Вот, я, честное слово, я просто в письмах Василия Великого встречал такого же было обращения, пишет он какому-нибудь там, губернатору соседней провинции, но из этого же никто не делает догмата о непогрешимости римских губернаторов, там, римских, византийских. А на Западе это было воспринималось всерьез. У них такой сухой ум, когда они такие похвалы слышат, они просто млеют. По крайней мере Среднего века так было. Вот отсюда, конечно, начинает рождаться культ Папы. У него действительно есть объективные причины. То, что Рим единственный культурный центр на Востоке, на Западе и политический. То, что Рим действительно был с опорой, как бы то ни было, православия в первом тысячелетии. И тогда и тому подобное. Но, конечно, постепенно это принимает странные, я бы сказал, уродливые формы. Вы все слышали о том, что есть догмат папской непогрешенности. Этот догмат, именно как догмат, как такое самомнение, оно очень рано появляется в Риме. Но как официальный догмат разглашается в 1870 году на Первом Ватиканском соборе. У меня нет с собой точного текста, но то, что я сейчас скажу, за это я ручаюсь. Дело в том, что я боюсь, что если даже в этом зале сцветы люди, которые симпатерируют католикам, считают, что наши расхождения не важны и надо соединяться, я боюсь, что даже эти люди не знают, что было сказано на Ватиканском доме. Основную фундовку, как бы помнят все, что папа, епископ Рима, когда он выступает экспертедером от лица церкви, то в вопросах веры и нравоучения он безошибочен. Не ошибается в этих вопросах. В эту фундовку знают все. Мало кто знает, что идет до этой фундовки и после нее. А там сказано так, после этого сказано. Тот, кто не исповедует так, да будет ему анафема. То есть, понимаете, если бы просто дело было в том, что католики любят своего епископа и наделяют его каким-то сверхбожественным статусом, ну, в конце концов, сердцу не прикажешь. Любить это к любить. Но когда при этом они анафиматствуют, проклинают всех тех, кто с ними в этой любви не согласен, то здесь уже получается странно. И вот эти анафемы 1870-х годов, они не отменены, они не снят, они действуют до сих пор. И поэтому вопрос о нашем соединении с католиками, это вопрос, который упирается прежде всего в это. Вы готовы снять эти анафемы или нет? Есть ряд вероучительных различий. Я их, может быть, сейчас касаться не буду, потому что это требует слишком специального богословского разговора. Я лишь одно хочу обратить ваше внимание. То, что я сейчас скажу, с этим согласен любой грамотный католический богослов. У католиков нет богословских претензий к православию. Католики признают все православное вероучение абсолютно верным. Почему? Да потому что православие это церковь первого тысячелетия. Европа была православной до 11 века. Если католики скажут, что православие это ошибка, им придется сказать, что они сами ошибались в течение тысячи лет. С догматом неповершимости римского папа это трудно согласуется, как вы понимаете. Не так давно один мой студент приехал из Италии, он там на несколько лет уезжал в католическое семинарии поучиться, посмотрите, что там делается. Привез мне замечательный журнал там выходит, он называется Италия Ортодосса, православная Италия. Его издает группа православных итальянцев, там несколько монастырей у них уже есть. И основной тезис братья, вернемся к вере наших отцов, вернемся в православие. Тысячу лет Италия была православной, но чего же мы потом, понимаете, в папу поверили больше, чем в Христа. Так что, для того, чтобы произошло наше соединение с католиками, католики не требуют, чтобы мы, чтобы это не было изменяли в нашем вероучении. Но вопрос в том, они согласны вероучительные особенности согласовать с учением древних соборов, древних отцов, с учением... Почему это так важно? Потому что, чем ближе к Христу, тем естественно более жива и аутентична христианская традиция.